Всем привет, ребята! А вы помните эту собачку? Она мне тогда еще чуть сок не опрокинула! Так вот, оказывается, компания Silver Lead, которая выпускает этих прикольных роботов-собачек, делает также и другие очень классные и необычные игрушки. Например, вот такого вот крутого робота, который называется Макробот. Я решил убить сразу двух зайцев, и вам показать прикольную игрушку, и заодно будет подарок племяннику на Новый год. Смотрите, вместо ног у него колеса, то есть он ездит на них, как на гироскутере, и держит баланс, и не падает. Так, давайте посмотрим, что он еще может. Смотрите, здесь на упаковке описаны основные его функции. У него трехцветная подсветка глаз, он может запомнить маршрут, по которому вы его водили. Ним можно управлять через пульт, который идет в комплекте, а также через приложение на смартфоне. Также он может переносить предметы, и это мы обязательно проверим. Кроме того, он может воспроизводить записи голосом робота, может избегать препятствий. Как я уже сказал, он держит баланс и не падает, а также его можно дистанционно программировать. Но здесь, по-моему, даже написано не все. Насколько я знаю, он может охранять комнату, он может следовать за вами, а также, насколько я помню, еще несколько интересных, необычных функций. Ну что же, давайте его распакуем, и проверим все эти функции. В комплекте есть инструкция на русском языке, и вот такая вот карточка с командами. Робот запакован очень качественно, ничего не тарахтит и не выпадает. Проще всего было достать вот эту подставочку, а со всем остальным пришлось повозиться. Но зато при такой упаковке игрушке ничего не грозит при пересылке. Итак, ребята, вот он робот Macrobot и пульт для управления ним. Пульт работает от двух мизинчиковых батареек, а сам робот от четырех пальчиковых батареек. Итак, батарейки заряжены, и давайте попробуем включить этого робота. Включаю впервые при вас. Честное слово, не знаю, что сейчас произойдет. О, издал какой-то звук. Интересно, он уже может стоять или нет? О, что-то у него здесь заработало. Ты что, не стоишь? А, может быть, его нужно держать уже поставленным, и потом только включить. Попробуем. О, нет. Он падает. А, нет, все, наконец-то он стоит. Э, стоп, стоп. Я надеюсь, ты не улетишь у меня со стола. Так, давайте попробуем поуправлять ним. Так, что у нас здесь есть? Подожди, ты сам ездишь? Я ничего не делаю. Так, ребята, я очень боюсь, что он упадет со стола, поэтому давайте перейдем, наверное, на пол. Или рискнем немножечко здесь. Ой, назад. Вперед. Нет, ребята, все-таки пошли на пол. Ну что ж, давайте для начала попробуем поуправлять этим роботом через пульт. Итак, включаю. Ставлю его. Нажимаю go. О, все, работает. Итак, жмем. Ты что сам ездишь-то? Вперед. Едет. Вперед. Есть, все работает. Назад. Покрутиться. О, ха-ха-ха. Да, он слушается пульта. Так, назад. Влево. Вперед. Ты куда? Ну, в принципе, все нормально, слушается. Смотрите, какие у него глаза. Меняются разными цветами. Кстати, пульт очень компактный, но в то же время очень функциональный. Кроме кнопок, есть также кольцо с командами. Тут изображены символы команд. А на карточке расписано, что означает каждый символ. Также здесь есть режим жестов. Давайте его попробуем. Переключим в режим жестов. Так, а ну-ка повернись ко мне. Итак. Привет, меня зовут Робот Макробот. Вы слышали? Привет, меня зовут Робот Макробот. Привет, меня зовут Робот Макробот. Эту фразу я сам записал ему. Для того, чтобы записать какую-то фразу, нужно нажать на вот эту кнопочку запись. И в течение трех секунд что-нибудь сказать. Ну, давайте, например, я научу его фразе. Я пошел гулять. Я пошел гулять. Я пошел гулять. Все, теперь он знает эту фразу. Привет, меня зовут Робот Макробот. Привет, меня зовут Робот Макробот. Кстати, управлять Макроботом можно также и через приложение, которое есть для Андроида и для Айфона. Вот так вот выглядит его интерфейс. А если он вдруг падает, то начинает вот так вот беспомощно плакать. Еще одна интересная функция этого робота – это запоминание маршрута. Вот давайте для ориентира я поставил два бочонка. А также вот где стоит пульт – это у нас будет начало маршрута. Итак, включаем нашего робота. И нажимаем у него на голове вот эту вот кнопочку. Звучит вот такой вот сигнал. И сейчас я его здесь вот установлю и буду вот так вот вести. Так, доходим до бочки, поворачиваем, доходим до красной бочки, поворачиваем, едем, 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 поворачиваем и возвращаемся к пульту. Так, есть. Итак, посмотрим, сможет ли он воспроизвести маршрут. Да, объехал одну бочку, объехал вторую и должен вернуться к пульту. Давай, 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 давай. О, ну, практически, куда поехал? Ну, что-то похожее, вы знаете. Все-таки смог объехать. Давайте проверим еще одну интересную функцию этого робота – это перевозка предметов. В комплекте есть вот такая вот подставочка, такой типа фартух, который цепляется ему на пояс. Вот так вот он закрепляется. И сюда можно класть какие-то предметы, и якобы он должен их транспортировать, то есть держать баланс вместе с этим предметом. Например, я хочу, чтобы он возил банан. А ну-ка, справится он или нет? Стой, стой, держи, держи. Смотрите, он держит равновесие. Да, еще и представляется. Давай обратно. Смотрите, едет с бананом назад, вперед. А ну-ка, давай, доедем аж до конца, до конца комнаты, аж до шкафа. Давай, 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 давай. Разворот. Разворот. И едь ко мне. Эй, нет, сюда. О! Нет, не сюда. Давай, 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 спасибо. Спасибо за банан. Да, привез банан. Прикольненько. То есть ему можно поставить какой-нибудь предмет, например, вот бочку, и он будет ее возить. Если бы он еще умел сбрасывать грузы где-нибудь там. Да, сбросил. Давайте дадим ему повозить Деда Мороза. Робот возит Деда Мороза. Дед Мороз спит у него. Так. Поехали. Представим, что Дед Мороз хочет спать, и он его укачивает. Спасибо, дорогой. Спасибо за Деда Мороза. А потом я решил повесить ему на руку елочную игрушку и посмотреть, сможет ли он балансировать вместе с ней. И представляете, он смог держать равновесие, несмотря на то, что игрушка раскачивается. Было видно, что он прилагает усилия, и ему нелегко. Но он не упал, а балансировал. Молодец, робот. Тебе можно доверить даже хрупкие елочные игрушки. Также я решил проверить, сможет ли он ездить по неровной поверхности дивана. Это удивительно, потому что он смог несколько раз проехать туда-сюда и не упасть. Хотя по инструкции он может ездить только по ровной поверхности. Правда, потом он все-таки свалился. Мало того, он смог спокойно ездить по наклонной поверхности и даже не упал. А если зажать центральную круглую кнопку на пульте, то робот будет следовать за вами, куда бы вы ни шли. Тоже очень прикольная функция. Кроме того, тут есть еще несколько интересных функций, таких, например, как режим охраны, когда робот включает сигнал тревоги, если перед ним появляются какие-нибудь движущиеся объекты или режим программирования, когда вы можете запрограммировать робота на выполнение разных команд поочередно. В общем, очень интересная игрушка. Настоящий робот, напичканный кучей электроники, с которым можно придумать очень много разных интересных идей. Например, дать ему в руки бенгальский огонь и записать поздравление. И пусть ездит по дому и поздравляет всех с Новым годом. В общем, ссылку на официальный магазин SilverLead, где я покупал этого робота, оставлю в описании под этим видео. Всем желаю новогоднего настроения. Пока-пока! И я желаю новогоднего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok